Привет, друзья! Часто на наш канал пишут комментарии с просьбами о том, чтобы мы показали какое-то обучающее видео. Но скажу сразу, что я достаточно скептично отношусь к тому, чтобы учить по роликам практической стрельбе. Это так же, как учить любому виду спорта, например, боксу, через ролики. Что-то ты можешь узнать новое, безусловно, но по сути это тебя не научит, так как научит инструктор. Поэтому я всегда советую ребятам заниматься с инструктором или тренером. Итак, я сегодня расскажу о том, как перезаряжаться в открытом классе в ружье. Здесь есть сходство с пистолетом определенное, но очень большое различие от зарядки в стандартном классе. Первая зарядка у нас происходит на старте. Например, у нас есть положение номер три, когда оружие полностью разряжено. Затвор у нас открыт и магазина нет. Патронник пуст. Что мы делаем в третьем положении? Если мишени находятся впереди, то мы, во-первых, можем правильно занять позицию. Первая хитрость это приблизить нашу руку ближе к магазину, который мы будем досылать. То есть мы можем держать за шахту приемника и на самом деле даже не держать. Вот так вот, приложив руку, мы приготовились. По правилам практической стрельбы нужно удерживать оружие двумя руками. И мы это условие выполняем. Вот мы двумя руками удерживаем оружие. Просто мы держим его не на цевье, а поближе к магазину. Рукой мы касаемся магазина для того, чтобы на ощупь понимать, где он находится. Даже закрытыми глазами мы будем четко понимать, где находится у нас этот магазин. По стартовому сигналу мы должны выполнить сразу два действия. Первое, это скинуть наше оружие на линию прицеливания. Второй рукой максимально быстро мы должны не только вытащить магазин из-под сумка, но и поднести его к нашему приемнику. За то время, когда мы поднимаем оружие, мы вдвое быстрее должны поднести магазин к приемнику. Приблизительно так. Одна из самых распространенных ошибок, которые здесь встречаются, с равной скоростью у нас поднимается и оружие, и вытаскивается магазин. Из-за этого оружие у нас уже готово принять наш магазин, а рука только еще сюда идет. Вот. И это было бы неправильно. Мы должны успеть левой рукой как можно быстро выхватить магазин и поднять его до уровня приемника. Еще разок. Пип. Видите, так получается, что оружие поднимается, а рука уже следует за ним. Поэтому секрет быстрой зарядки из третьего положения именно в том, чтобы левая рука максимально быстро выхватывала этот магазин. Максимально быстро. Если у вас это будет получаться, то ваша зарядка будет просто мгновенной. И сейчас мы попробуем продемонстрировать это без патронов. Еще разок. Левая рука двигается вдвое быстрее, чем правая. Часто спортсмены, опытные или не очень опытные, стреляют следующим образом. Присоединив магазин, они оставляют руку здесь. Но я рекомендую не применять такую технику стрельбы, особенно если у вас там много выстрелов. Поскольку это не стандартное положение и в нем есть дополнительное шатание влево и вправо. Все-таки лучше руку разместить на цевье и удерживать натурально, привычно, как вы всегда это делаете. Поэтому все вместе выглядит так. А теперь попробуем сделать это со стрельбой. Это все перезарядка в открытом классе. И она существенно отличается от перезарядки с ружьями, у которых подствольный магазин. В стандартном классе, в стандартном мануальном классе. И если вы хотите побольше узнать об этом, то переходите по ссылке в конце этого видео на канал Иван Ром, где чемпион России Иван Романов очень четко и подробно рассказывает о перезарядке в этих классах. Еще один важный момент. Как ваша рука должна находиться на магазине? Надо подбирать паучеры таким образом, чтобы их длина при вытаскивании и фиксации пальца на начале паучера было достаточно, чтобы присоединяя магазин не упереться пальцем. Видите, у меня остается еще один сантиметр. Если же у вас слишком короткие подсумки и вы возьмете магазин таким образом, то может произойти вот такая штука. Он еще не зафиксировался, а вам уже невозможно ничего сделать. И часто вы видите, как это происходит вот таким образом. То есть, вы магазин выхватили, он дальше не вставляется, потому что палец не позволяет, и вы добиваете его колено. Учитывая этот момент, старайтесь располагать единообразно руку на вашем паучере. То есть, палец фиксируется на самом начале вашего подсумка и вот таким образом находится на магазине. То есть, вы обхватываете пальцами, то есть, не так и желательно не так. Потому что так он будет у вас соскальзывать. Часто стрелки не используют противоскользящие ленты. И если у них мокрые руки летом, или, например, осень и перчатки мокрые, то рука может соскальзывать с магазина. И при вставлении вы, предположим, не попали первого раза в горловину, и у вас рука съехала. И вы опять вернетесь к ситуации, когда вы не можете зафиксировать магазин, и вам придется подбивать его ногой колено. Что занимает лишнее время и неправильно. Но не только лишь все используют вот такие вот паучеры пластиковые или сделанные из кайдекса. Люди иногда используют вот такие клипсы. Очень важно, чтобы рука на клипсах также располагалась всегда единообразно. Если я использую клипсу, то я всегда привязываюсь именно к ее расположению. Чтобы мое запястье, вот эта часть, касалось сначала. Таким образом, при доставании у меня опять получается достаточное место для вставления в магазин. Следующий вид перезарядки, который у нас происходит на одном упражнении, при перемещении из одной позиции в другую. Если вот у нас кончились патроны, нам нужно сбросить старый магазин и дослать новый. Как мы это делаем? Есть несколько техник для такого вида перезарядки. Первая техника, это после того, как мы отстреляли группу, мы отпускаем ружье вниз, наш магазин падает. При перемещении вытаскиваем новый, вставляем. Скидываемся. Это прекрасная техника, но в ней есть недостаток. Эта техника отнимает чуть больше времени, чем следующая, которую я вам покажу и рекомендую в будущем. Эта перезарядка отличается от той, которую я показал ранее, тем, что оружие не убирается от плеча. Вы после того, как закончили группу, сбрасывая магазин, оставляете оружие у плеча и тем самым вам не нужно в финальной стадии еще раз взять и доцелиться. У вас оружие уже вложено в плечо и уходит немножко меньше времени. Плюс-минус зависит от того, насколько вы это натренировали, но около полусекунды эта перезарядка экономит. Если вы не будете оружие опускать, перезаряжаться здесь и потом опять вскидываться. Но перезарядка с оставлением оружия в плече, она не подходит для всех ситуаций. И надо всегда смотреть действительно, какие условия вам предлагает упражнение. Часто бывает, что вы стреляете в каких-то стесненных условиях и декорация не позволит вам оставить оружие у плеча. Поэтому имеет смысл тренировать обе перезарядки. И внизу, и вверху. Сейчас я покажу, как выглядит перезарядка внизу при перемещении в тесных декорациях. Как видите, заряжаюсь я внизу и потом уже заряженным скидываюсь наверх. Мы только что посмотрели, как нужно заряжаться при передвижении вправо, но нам иногда нужно передвигаться влево. Здесь, перезаряжаясь, нужно использовать еще одну маленькую хитрость. После того, как вы отстреляли, вы можете также перезаряжаться, не убирая оружие от плеча. Но при этом вам необходимо сохранять направление корпуса. Если вы, сбросив магазин, повернете сюда или сюда, то изменится положение приемника магазина относительно вашей руки. Изменились углы, изменилось расстояние до горловины. И вам будет непривычно. Это не то, что вы тренировали. Если же вы оставите положение корпуса, например, ноги начнут двигаться, а положение корпуса останется тоже. И дальше вы будете перемещаться. Это сохранит все то, что вы натренировали. Те расстояния и ту мышечную память. Просто лишь, просто не надо двигать ваш корпус в сторону движения или против стороны. Оставьте его там, где он был. Бах! Сменились, побежали. Та же ситуация работает и при перезарядке назад. Закончив серию стрелять, мы сначала вставляем магазин, а потом бежим. Если же мы сейчас будем сбрасывать магазин и менять положение тела, то опять же у нас рука привыкла на такое расстояние двигаться, а горловина уехала ближе к нам. Поэтому имеет смысл выстрелить, здесь ставить и бежать таким образом. Иногда нужно владеть и третьим способом перезарядки. И тренировать его в холостую. Эта перезарядка вызвана условиями, которые нас ставят организаторы упражнений. Иногда либо линиями. Мы приведены в такие условия, когда нам особо не разгуляться. И декорация слишком близко. Если вложить в плечо, вы видите, мы начинаем упираться в стенку. Либо стенки стоят таким образом, что они буквально повторяют длину нашего оружия. И если вы вложились, опять же вы не можете манипулировать нормально и будете задевать стенки рукой. Мы используем следующую технику для перезарядки в стесненных условиях. Заканчиваем стрелять группу, сбрасываем магазин и держим оружие перед собой прямо на одной руке. Входя в позицию, вставляем, помещаем в декорацию и стреляем. Еще разок. Стреляем, сбрасываем, входим в декорацию, вставляем, стреляем. То есть вы должны уметь заряжать ваше оружие, которое держится у вас на одной руке. Как удерживать оружие одной рукой? Это делать тяжело, поскольку вепарь, особенно с присоединенным магазином, весит больше 5 килограммов. И удерживать их на руке за счет мышц запястья тяжело. Поэтому мы используем специальную площадку, которая дает нам дополнительное место для упора. И мы можем держать оружие гораздо легче в руках. Второе. Где должен находиться фокус вашего внимания? Когда вы стреляете, безусловно, все внимание должно находиться на мишенях. Но когда вы подходите к позиции и готовы заряжаться, ваши глаза, ваш фокус обязательно должен находиться здесь. При этом вы можете натренироваться до такой степени, что не будете вовсе смотреть на горловину при перезарядке. Можно делать это на автоматизме. Но в условиях упражнения нужно все равно смотреть на горловину. Если вы достаточно много холостите, то третье положение вы будете делать неглядя. Неглядя с закрытыми глазами будете попадать. Поскольку большая тренировка создает так называемую мышечную память. И вы будете попадать каждый раз очень легко. То же самое и с перезарядкой в перемещении. Вы можете смотреть в другую сторону и все равно будете попадать. Но в любом случае на упражнении вам нужна дополнительная гарантия того, что не будет так называемых косяков. Поэтому при перезарядке смотрим сюда и потом переводим внимание на мишень. При холостой тренировке нужно обязательно заряжаться из всех паучеров, магазинов и клипс, которые у вас есть. На длинных упражнениях иногда нужно перезаряжаться 3 или даже 4 раза в зависимости от мишенной обстановки. Поэтому умение заряжаться со всех паучеров важно. Часто вам приходится перезаряжаться между двумя позициями. Одна из которых внизу, другая вверху. Особенно если вы внизу находитесь, нужно безусловно тренировать и это. Находясь внизу, частенько бывает, что этот паучер вы не можете достать из-за того, что у вас нога не позволяет его вытащить. Если у вас так настроен паучер, соответственно здесь лучше заряжаться сзади. Кроме того, заряжаться с заднего паучера имеет смысл в третьем положении, если вам не нужно стрелять непосредственно. Если вам вот здесь и сейчас нужно выстрелить, то да, пик, выстрел. Но если вам нужно бежать куда-то и у вас есть 2-3-4 секунды, то нужно их использовать на зарядку из неудобного паучера сзади. Пусть он будет самым неудобным. Потому что прибежав, стреляя в группу, следующая перезарядка у вас будет очень удобная. А если вы уже заранее вытащите магазин из удобного паучера, то все остальные будут менее удобные и менее привычные. Так уж получилось, что из переднего паучера мы холостим больше всего, перезаряжаемся больше всего. Это естественно. Поэтому у нас, предположим, третье положение. Нам нужно бежать влево. И мы заряжаемся из самого неудобного заднего паучера. И вот здесь уже мы заряжаемся из паучера, который у нас самый удобный, находится под рукой. Еще один очень-очень важный момент при перезарядке. Как правило, и это очень грамотно, если вы перезаряжаетесь не в момент стрельбы с позиции, а при перемещении из одной позиции в другую. Лучше всего потратить это время с пользой на перезарядку, чем вы будете здесь бежать и заряжаться либо в конечной позиции, либо где-то еще. Перезарядка на месте это 2 секунды к общему времени. Каждая секунда стоит очень дорого в фактической стрельбе. Итак, в чем идея? Мы можем, закончив нашу группу, сбросить магазин, перемещаться в другую позицию, вытаскивать магазин, ставим его, займем позицию и будем стрелять. Что не так с такой перезарядкой? В этой перезарядке есть большой минус. Поскольку вы перемещаетесь, ваша горловина, куда вам нужно затолкать магазин, тоже имеет определенную вибрацию, перемещается. Ваше внимание находится здесь во время перезарядки. А желательно ваше внимание уделить уже вашей новой позиции и тем мишеням, которые будут в этой новой позиции. И прийти сюда уже готовым, видя свои мишени, начиная мгновенно стрельбу. Если же во время перемещения вы будете заняты не мишенями, а вставлением магазина, который часто может еще и не попасть, то вы придете с опущенной головой и только здесь начнете готовиться. Это еще минус секунда в нашей ситуации. Как избежать этого? Как сделать так, чтобы мы и быстро перезарядились, и оказавшись в новой позиции, не занимались ничем другим, кроме как поражения мишеней? Для этого мы в ружье в открытом классе используем ту технику, которую уже давным-давно используют в пистолете. Мы стараемся перезарядиться на первом шаге. Мы еще не успели набрать скорости, и это сделать достаточно просто. На первом шаге мы вставляем магазин, здесь уже перемещаемся, и входя в позицию, мы готовы. Еще разок мы стоим после выстрела, сразу на первом шаге направляясь к новой позиции, и тут же вставляем магазин, и здесь ускоряемся. Таким образом мы практически не теряем время. Но немножко по-другому ситуация обстоит, когда мы двигаемся в неудобную сторону. Неудобная сторона для нас это движение справа налево, если вы правша, и слева направо, если вы левша. В этой ситуации у нас есть техника, позволяющая нам тоже в меньшей степени терять время на перезарядку, и самое главное, концентрацию не терять во время перемещения. Когда мы бежим, мы должны максимально быстро бежать. Когда мы выходим на мишени, мы должны максимально большое внимание уделять нашим мишеням. Итак, что мы можем здесь сделать? Закончив стрелять, мы разворачиваемся, сбрасывая одновременно магазин. Мы не отвлекаемся на заряжание, мы бежим, выхватив магазин. В финальной стадии мы вкладываемся в плечо и на замедлении вставляем магазин. Здесь мы теряем чуть-чуть больше времени, чем заряжаясь на первом шаге, но при этом мы очень уверенно вставляем в магазин. Время, которое у нас уходит на стабилизацию, мы синхронизируем, одновременно используем для зарядки. Это очень часто используемая техника у нас в ружье в открытом классе. Надо, безусловно, хорошо понимать, что перезарядка на первом шаге требует достаточно большого количества тренировки. И на первых порах вы не сможете попадать так быстро. Но при достаточной степени тренировки вы будете перезаряжаться на первом шаге вполне успешно. Любой человек, который занимается спортом, знает, что тренировки имеют ключевое значение. Мы делаем это, конечно, не на матчах, а до матчей. В домашних условиях стрелять мы не можем, но мы можем проводить большое количество тренировок в холостую. Но очень часто встречающаяся ошибка заключается в том, что люди сразу пытаются быстро делать это, разбивают себе руки и не попадают. У них это вызывает негативные эмоции. От этого нужно избавиться. И первый месяц холостых тренировок, включая перезарядки, нужно делать в половину темпа. Половина темпа приблизительно выглядит так. Старайтесь не форсировать темп, это вам сильно поможет. Очень часто случается, что мы не можем зарядиться. Мы пытаемся вставить магазин, но он не хочет лезть. Мы усиленно пихаем, добавляем ногой, а он все равно не фиксируется. И при убирании он падает. Мы при зарядке ударяем патрон, и наш первый патрон вылезает вот таким вот образом. И вот в такой ситуации, чтобы вы не делали, как бы не били, магазин не вставляется. Это происходит потому, что вылетевший патрон, тот самый, который наискось встал при неудачной зарядке, остается там внутри. Всего-то нужно сделать, дать ему выпасть, и магазин отлично зафиксируется. Но если вы увидели, что патрон вылез из магазина, то лучше все-таки не зубами его оттуда выковыривать, не убирать ружье. Вы можете просто за горловинку его задеть и вставить. Итак, в рамках нашего небольшого ролика я вам рассказал о некоторых нюансах в плане перезарядки. Этих нюансов очень много, и именно поэтому лучше всего заниматься тренировкой под надзором опытного инструктора, либо тренера. Поэтому я приглашаю вас к нам на тренировки. Это интересно и полезно. Заниматься без тренера можно, но, как мне кажется, здесь слишком большой риск того, что вы неправильный навык заработаете, а потом переучиться будет намного сложнее, как вы сами знаете, чем учиться с нуля. Поэтому, друзья, оставляйте свои комментарии с вопросами о том, что еще бы вы хотели увидеть в наших роликах, и увидимся с вами снова. Субтитры сделал DimaTorzok